А ещё, ещё хотела? А, Б. Ну давай, ты мне утром задай. Она задавала утром мне вопрос, чтобы вам задала этот вопрос. Ну так ещё и нету. Я вспоминаю. А я там сказку расскажу тебе. Медведь такой, говорит, печальный идёт. А дядя увидел его и говорит, Мишенька, чё ты такое-то печальный? Он говорит, в армию призывает. Они охота откосить. Откосить от армии. О, да это проще всего. А как? В армию берут полноценные-то. Давай я тебе зубы выбью, выклюю, говорит, их тебя не возьмут. Да ты что, точно. Ну давай. Ну, медведь лёгко укрепился. Он давай ему долбить. А что ему долбить-то? Дёс-то подолбил, зуб-то выпал-то. Второй зуб. Он говорит, больно как. Терпи, Миша, зато в армию-то там дедовщина, там бить будут. Ну и пошёл медведь. Комиссия военная. Идёт оттуда, хромает и недовольный такой. Он говорит, что не взяли. Не взяли. А почему? Плажкоштопие. То есть зубы оказались совсем не при чём. У него кошка штопия. Ну давай, Болиношка, чего тебе? Вот, если Бог заранее знает, человек попадёт в рай или в ад, то для чего он даёт ему ещё шансы справиться? Даёт шансы, всё. А ты исправься. Бог, потому что Он знает. Ещё мы не родились, ещё не защищались. А говорит 138-й Псалом. Ни одного дня жизни не было, а ты в совершенстве знаешь, чем и кончен. Нам это даётся знать. А мы-то не знаем. Мы-то этого не знаем. Нам не даётся знать. То ли я в раю, то ли в эту воду буду. Поэтому каждый день. Вот я сегодня с батюшкой разговаривал. И мы с батюшкой не согласны. Бываем по простым вопросам. Вот они пасут, и я смотрю, как пасут. Она пасёт, допустим, в уши эти заклёпки поставит, смотрит. Куда коровы пошли, там стоят целый день. Она не будет, она не глядит. Ну молока хватает, батюшка. Я человеку говорю, ну что в человеке? Это главное молоко. Но если вы правильно пасите, то молока, может, было бы больше. Батюшка доволен. Я говорю, я абсолютно недоволен. Плохо пасут. Вот они трое, залезут там эти, свинарники были. И бегают, ну из шлака литого. И коровы куда пошли, они, беги, завернулась. А там старые фундаменты, термы. Там ничего не растёт. А заворачивают коровы, там полдня стоят. Садись. Я пойду, начинаю гонять их. Ну отгоните маленько, то у нас же травы в море есть. Что ты лезешь вот это, батюшка? Тебе же отвечает за все это. Они небрежно относятся к питанию скотина. А для вас молоко это валюта. У вас больше ничего не было. Мясо это ваша валюта. Они обкрадывают вас. Ну никто не жалуется. Ну никто не жалуется. Ну ведь видно, что не пасёт. Я с отцом пас, отец смотрит, часов-то нету, по солнышку. На какую траву гнать, когда попоить. И она наливается овса, жиром вся. А эта полудохлая, в зиму-то в дом полудоха не замёрзнут половину. Плохо пасут. Испомнил тоже. Ребятишки пошли купаться. А у меня дядя Тимошка. И в воду не лезет. Вода холодная. Ребятишки тёплая. Тёплая, холодная. А я и стал спрашивать. А он холодная. А ребятишки все. Тёплая, тёплая. Он холодная. И заплакал. Ещё доказать-то не мог. Но холодная она была бы и для тебя, и для Тимошки другого, и для Нестора. Но все говорят, тёплая, упали, довольная. Аж пар идёт от них. А ты, видишь, такой слабый. Так, мы должны смотреть на это. Что нам дано? Мне вот дано такое-то с детства. Я знал, что есть Бог. Которому надо молиться. Который слышит и видит, и знает. И так в колоняце будут. Я никогда не забывал, что есть Бог. Я тогда думал, а вот если бы сейчас кто-то мне сказал, чего ты желаешь? Чего может желать малой человек-то там? И вот, всё тебе это будет. Всё. И наслаждайся, и живи. Сколько? Ну, так уж, как с Мефистофелем договориться. Нет. Я сейчас в грех впадаю, и в эту же минуту смерть, и я в ад пойду. Я конца-то своего не знаю. Здоровый, крепкий улыбался, охнулый, умер, глаза закрылый, сознание откосилось. Нет. Грех – это смерть. И я это говорю. Я говорю, вспоминаю это. Вспоминаю самые тяжёлые такие моменты. У меня есть стихотворение. Его насчитал хорошо Виталий Калиников. Я женщинам всем благодарен и вдостоль, что мимо меня, не заметив, прошли. Разгинули лишь коса, Змеёй струили щекосы. Заноза я в них не вошёл, И нечего то ворошить. И дальше. Мой ангел сумел же меня уберечь. Полезли у острова куварем Там я скатился, а женщина в силе. Снесла бы мне голову с плеч. Теперь бы под старость Рыдал и в истерике бился. Понимаешь? Я показываю совсем не то, как к женщине отношения, как вот. А книжа там восхищается, там то другое. Всё это, я пишу другое. О вечности. Таких стихов вообще нету нигде. А их ещё на музыку положили, да и поёт Виктор Николаевич. Почему я знал, но я не знаю конечный результат. Мне очень много дано. Настолько много дано, что хватило бы на сотню людей. Во всех отношениях. И страх Божий, и знание Библии, знание канонов, святых отцов, соборов. И сравнивать с жизнью. И умение, желание трудиться, физически. Я не могу просто без работы сидеть. Себя смирять там, пост, молитва, тяжёлая работа для меня это не в тягость, а в сладость. То другое. И я не уверен нисколько. Почему? Мы спасены в надежде. В моих размышлениях я никакой. Просто вспомню, что где головой ты позакрутишь. Да, я не делал, что люди делают. Там не делали то другое. Но у Бога другая шкала. Он в ангелах усматривает нечто. И солнце перед ним с пятнами. Тем более человек, родившийся от греша. Поэтому трудись. Бог знал, а ты не знаешь. Трудись и старайся. Делать всё во славу Божию. Всё с молитвой. Господи, благослови. Я сказал вам там, что штанов-то нету или есть? Есть. А? Есть. Есть. Я то есть сказал, чтобы штанишки надели. Шаравары называется. Шальвары. Чтобы комары столовые у вас под юбкой не устраивали. Не шиковали там. А надеть вот как. Мусульманки надевают они в брюках. И сверху длинная юбка. Флёс, ты не надела? Я её надевала с утра. Сейчас с него жарко стало. Ну жарко стало. Но когда идёшь на улицу, где комаров много, то надевают. Ты понимаешь это? Да. А то начинаешь с арапы, а то раздираешь тело своё. Ещё вопрос какой у тебя? Был утешно. Ты знаешь, когда зайдёте на наш сайт, сайт, православный английский сайт, не форум, не канал, а сайт. И там справа 4124 ответов. Тысячи. А ты задать-то больше десяти не задашь. А почему? Там мне задавали, я делал занятия в милиции, в воинских частях, в университетах, школах. Там не выскажешь, с кем где, прокуроры. И вопросы очень и очень разные. Женщина задаёт вопрос. Кто она такая? Но она говорит так, что видишь, что она многое знает. А вот это как? Вот вы говорите, а если я должен на всё ответить? И на всё это я отвечаю 55 позиций. Отдельно баптисты, юридики, православные, католики, дети, потеряю. Ну, 55 папок. А в них вопросы. Евреи. Он всё выщипывал, евреи. Папа открыл. Там 174 вопроса. Вопросы такие, которые ты никогда не найдёшь. Тебе это надо считать и запоминать. Считать и поступать так, как ты услышишь. Дело в том, что я никого не тяну ни к себе, никуда, а чтобы люди знали. Вот вы сегодня дома сидели, ползарыв там по земле. А мы в это время были на первом мостике. Где капли укладывали, а туда привезли 9 камушек. Надо пол наклонился. Я всё думал, смотрел, и один столб на месте стоит. Я побоялся трогать. Уже достал домкраты. Всё. Всё. Сегодня уже начали выделать. Но я сейчас сказал, отнесите домкраты по домам. А ещё, не решились, уже знали. Я говорю, да. Ты так и сказал, вместо хорьбы. Ещё больше всего хочется сейчас мне уснуть. Глаза вот это дар моют и упал. Ну, после обеда нельзя. Как отец у нас говорил, после обеда надо поспать. Кусочек сала завернуть. Сало завернуть. То есть на животе. У нас не было никого таких. Не надо это. Так, я хочу сделать мордушку. Мордушку из прути. Как её делать, я знаю. Примерно. Что это такое? Мордушка? А, маленького. Зайдёшь её здесь в сарай. И там две мордушки лежат такие, как непроливашки. Залива. Заходят, это маленькое. А отверстие такое, чтобы большая рыба залазила. А туда набросаешь. Раньше бросали жмых. В подсолнече. Когда масло делают, остается. Которые его сжимают и сжимают. А потом дают возможность жмых это получить, которые сжаты с кожурой. И мы клали там мордушку. Рыба прям туда косяками шла. Вот так. А вопросов нет? Нету. Всё. Сижу я минут пять хотя бы. А ты рядом сиди, не давай мне падать. Поддерживай, маленькая. А я могу клюнуться. Сидел, печатал, заснул. И как ударился в клавиатуру, то нос разбил. Клавиатуру. Печатал, и во время печатания заснул, и клюнулся. Это не просто так. Самое лучшее было бы мне наклониться, опереться вот так. А то вам надо наглубять не подняться. А, вот и есть стул. Я не пойду. Тут стул есть. Мне сейчас надо добиться еще и Сергея, чтобы фотографии сделали. Вот. Вот. Вот, вот. Вот, дайте. Можно? Было. Вот. Вот, давай. Не надо, чтобы голова не влажит. А вот так я не упаду.